приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про самые лучшие ветки в игре какие стоит качать в первую очередь поскольку они самые сильные и выделяются на фоне остальных леста очень сильно перекручивает ттх каждый патч очень жесткую встряску делает баланс у танков было нелегко но я все же подобрал примерно по три ветки в каждом классе техники поэтому погнали начнем со средних танков на первое место средних танков я ставлю концепт номер 5 это лучшая ветка средних танков в 2024 году поскольку у нас десятка на первом месте по статистике много играя на концепте в натиске в рандометре отметки взял на ней стэшка очень прекрасная обалденная быстро шустро точно стабилизированная но большая картонная и не сильно с маскировкой я катаюсь на ней досылатель стабилизатор турбина экспериментальная очень кайфую от активного геймплея десятка у нас по статистике на первом месте девятка на втором восьмерка в этой ветке на первом месте и семерка тоже на первом эта ветка будет нерфится понерфит десятку чуть-чуть я думаю она сильно не упадет после нерфа стоит все равно на ней играть дальше также еще неплохо понерфит семерку она я думаю немножко спустится но это не суть важно ветка все равно остается классный на второе место вторую ветку я ставлю паттон паттон это больше такой тяжеподобной ст крупный немного с броней которые иногда то танкует то нет неплохая пушка но вот снаряд в середину прицела летит не так уж часто как хотелось но танчик все равно цифры свои показывает я конечно не являюсь любителем этого танка но цифры он набивает концепт мне конечно нравится намного больше паттон десятого уровня по статистике на втором месте на девятом уровне на первом месте восьмерка в этой ветке на втором месте семерка тоже на втором видим что первые две ветки у нас очень плотно сидят на самом верху и делят места только между собой на третье место я поставлю cs63 поскольку у нас десятка на третьем месте по статистике я на ней играю много в натиске в рандоме взял три отметки танчик обалденный он посложнее конечно чем концепт 5 в целом но у него другой геймплей он получше в ближнем бою но тяжелее перемещается по карте там нужно режим переключать в общем все равно танчик прикольный дпмный очень интересный вам не нравится больше чем паттон но по статистике он на третьем месте потом больше своим этим аборитами просто давит набивает урон да и все на cs ки нужно выкручиваться а для этого уже нужны руки если посмотреть на ветку c63 то лучше ее не качать поскольку девятка у нас находится на девятом месте восьмерка на двенадцатом семерка на четвертом в этом плане лучше качать какого-нибудь леопарда поскольку там вся ветка намного выше и сам леопард тоже неплохой если вы играете какие-нибудь клановые бои или натиски то c63 надо если только рандом месяце то можно обойтись леопардом то ветка чуть лучше но только на девятом и десятом уровне у леопарда все хорошо а там ниже тоже проблемы есть но почему я вообще c63 поставил на третье место в следующем патче 128 ветку c63 апают девятки и восьмерки добавляют turbo режим как и у десятки а также очень хорошо улучшают характеристики я думаю что девятка и восьмерка поднимутся очень хорошо заметно выше будут и тогда уже можно будет качать эту ветку поскольку и десятка хороша и если еще девятка с восьмеркой будут на уровне то в целом уже и норм для третьего места в нашем топе в самый раз ну а пока можно на крайняк леопарда прокачать переходим к тяжелым танкам здесь очень сильно выделяется одна ветка которая безусловно занимает первое место и и нужно качать в первую очередь эта ветка в за 115 а это очень сильный мощный танк неплохая скорость хороший дпм альфа пробитие особенно кумулятивами ставит этот танчик на первое место среди прокачиваемых к тому же тут еще не только десятка на первом месте по статистике также еще девятка на первом месте по статистике восьмерка на первом месте недавно был турнир и все катались на восьмерке на сто десятки либо на тур таланка один поскольку это были топ-2 танка которые приносят опыт и даже седьмого уровня из китайский на четвертом месте находится хотя казалось бы обычный старенький танчик которого не трогали 200 лет в принципе вот у нас есть две ветки которые надо в первую очередь качать среди ст и тт это концепт 5 и вы за 115 а к тому же из вас за 115 а можно еще выйти на 113 поскольку выкачивая китайскую десятку можно открыть еще коллекционные танки и там купить 113 который тоже очень высоко по статистике мне он лично нравится больше чем вы за 115 а но по статистике он чуть ниже но у него более приятная пушка поэтому он не нравится хотя и в за тоже хорош на второе место получается у нас 50 б его там апнули и ветку тоже потрогали получается у нас вот 50 б по статистике на третьем месте девятка в ветке на третьем месте по статистике восьмерка на втором семерка на пятом в принципе добротная неплохая такая крепкая ветка но она больше для рукастых игроков поскольку танки большие картонные с барабанами тут нужно уметь в такой геймплей всем подряд это качать не стоит мне 50 б нравится ветку я качал еще до того как ее апнули в принципе на них можно было играть и так но после апа я думаю вообще нормально в принципе если вы претендуете на игрока с руками то я думаю можно прокачать 50 б на третье место я заочно ставлю рина черон ты который в патче 1.28 получит хороший сильный ап ему очень сильно улучшат перезарядку а также добавят хп также еще и всю ветку ему апнут поэтому в принципе я думаю она будет неплохая сейчас рина черон ты на двенадцатом месте это глубоковато но я думаю что он приподнимется с учетом того что еще супер коня а также йоха понерфит я думаю что это ему поможет подняться если же он не поднимется то на третье место становится у нас 60 тп ливандовского он сейчас на четвертом месте если убираем супер коня а также йоха то 60 тп становится на третье место ровненько а 50 б на второе вот у нас и получается что топ-3 десятки тяжелые это в за 115 а 50 б а также 60 тп насколько поднимется рина черон то непонятно но его вместе с веткой опыт так что качать рина черон ты будет занятие неплохое а вот у 60 тп ливандовского ветка ужасная там кроме 60 тп по сути ветки ничего интересного особо нет поэтому если у вас есть свободка чертежи можно же сет тп себе поставить в ангар если нет то качаем рина черон ты сейчас есть еще очень хорошая ветка тяжелых танков т110 и 5 там на каждом уровне танки на первых местах практически начиная от 6 уровня где очень много лет уже м6 стоит на первом месте и разрывает рандом на седьмом левеле на при топовой пушки т29 очень сильный т32 на восьмом левеле в топе по статистике м 103 на девятом левеле немножко проседает но в него очень имбовая пушка т110 и 5 на седьмом месте среди т10 если мы отсюда вычеркиваем какого-нибудь йоха и какого-нибудь супер коня то т110 и 5 спокойно входит в топ-5 а если учитывать что у него очень имбовая ветка то что-то из этого стоит прокачать либо рина черон ты либо т110 и 5 но в любом случае 60 тп с плохой веткой смотрятся чуть посолиднее чем рина черон ты т110 и 5 в общем и целом если мы выбираем ветки то самая сильная ветка у т110 и 5 потом будет урина черон ты уж вся тп похуже ветка но он сам получше в общем думайте теперь переходим к пт шкам на самом деле у пт все сбалансировано на десятом левеле и прям сильно ничего не выделяется по статистике самые лучшие птшки китайские но я бы не сказал что они мне прям сильно нравится на них тяжеловато играть в рандоме их практически не встретишь но по цифрам они на первом месте я поиграл на них и на остальных птшках у меня в принципе все ветки в игре прокачанная на всем чем мог поиграть поиграл и лично на мой вкус я себе выделяю следующий пт т110 е3 т110 е4 и баджер вот эти вот птшки мне на десятом левеле нравится больше всего поскольку т110 е3 очень крепкий на нем приятно стоять в позиционках хорошее пробитие хорошая альфа баджер нереально дпмный точный но плохая стабилизация также крепкий через рельеф когда играет и бешеный дпм очень прикольно на нем играть т110 е4 мне нравится тем что можно выехать за счет хоть какой-то неполноценной башне дать альфу когда враг отвлечен или кд и спокойно закатиться назад если смотреть по статистике то на первом месте у нас китайская пт на втором месте баджер на третьем т110 е3 или наоборот там на втором т110 е3 на третьем баджер они там идут почти циферка в циферку разницы никакой т110 е4 заметно глубже но мне он очень сильно нравится я на нем три отметки когда брал кайфанул нереально также как и на т110 е3 но они абсолютно разные по геймплею а вот китайская пт мне немного не зашла почему-то мне на ней было тяжелее там не хватает брони как у т110 е3 либо не хватает башни как у т110 е4 поэтому она мне не зашла на ней играть сложнее вот у баджера допустим есть и дпм и крепкая рубка у китайской птшки не дпм они крепкой рубки не башни да есть альфа пробитие какая-никакая скорость но выставиться и прям реально в канавных коридорных картах от рельефа где-то что-то поиграть не получится поскольку броня слабоватая тогда нужна башня а ее нет вот и получается что она мне не зашло но раз она по статистике на первом месте то что-то она из себя представляет в плане ветки очень неплохо себя показывает т110 е3 это наверное одна из сильнейших веток среди пт там и восьмерка и девятка и десятка на первых местах поэтому для прокачки я ее рекомендую также еще у баджера и сам баджер и девятка там где торт неплохо себя показывают а вот от 15 на восьмом левеле это худшая пт на уровне вот и 110 е4 неплохая девятка т30 мне лично более-менее нравится шпрот т28 прототип на восьмом уровне но по статистике он тоже на самом дне какая-то 15 странно что там вроде как интересная пушка с альфой пробитием но она так глубоко в принципе по пт я примерно вам накидал в какую сторону смотреть там очень сложно рассуждать поскольку в основном все очень близко друг другу по цифрам и в основном надо выбирать на свой вкус но примерно из чего выбирать я вам набросал что касаемо легких танков по статистике лучшая ветка это веткам антикоры а так в принципе что я могу рассказать про лт если нам нужен пассивный геймплей пассивный свет то это мантикора если нам нужен активный свет то это и бр если у нас лт про урон то это немецкая ветка легких танков также еще хороши после апов восьмерка и девятка французская с барабанщиками они там неплохо накидывают урон в принципе из лт это все что я могу выделить я думаю что любители легких танков и без меня там разберутся на чем на первой минуте сливаться леста очень жестко ребалансе танки каждый патч даже на топ-3 когда заглядываешь уже сложно там разобраться что там на третьем месте лучше всего но первые два места всегда очень сильно далеко выделяются вперед поэтому выбирайте что лучше прокачать надеюсь я вам подсказал пишите свои мнения в комментариях с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok